Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире актуальное интервью. У нас в студии Алексей Стародубцев, исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края. Алексей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, прежде всего, наша сегодняшняя встреча посвящена Дню зимних видов спорта. В Крае у нас близится мероприятие, посвященному этому празднику. Хотелось бы немножко начать с истории. Что это за день такой, что это за праздник такой? История его такова. Он появился где-то в 2014-2015 году после Олимпийских игр в Сочи. Это физкультурное мероприятие, которое призвано объединить всех любителей зимних видов спорта, грубо говоря, на одной площадке. То есть здесь нет какой-то градации, олимпийский вид спорта, не олимпийский. Вот есть зимний вид спорта. Всех добро пожаловать. Да, совершенно верно. Если мы все-таки говорим о спорте, о зимнем, да, чуть-чуть отойдем от праздника, в Хабаровском крае. То есть что у нас сегодня развито? Что у нас хорошо, в чем хорошо показывают свои результаты наши спортсмены? Ну, в Хабаровске у нас примерно 13 видов зимних спорта развиваются. И олимпийские, и не олимпийские. Ну, из олимпийских такие, как лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежные, фигурное катание на коньках, конечно же, хоккей. Не олимпийские виды спорта, это ездовой спорт, например, северное многоборье, очень сильные спортсмены в спортивном ориентировании, хоккей с мячом, опять же. Ну, у нас, я так понимаю, есть еще и олимпийские чемпионы, потому что в том числе у нас есть и соревнования Юлия Чапалова, да, по лыжам до сих пор продолжаются. Да, конечно. То есть наши спортсмены достойно выступают. Наши спортсмены в лыжных гонках выступают очень достойно. Ну, вот из ближайших примеров ребята выиграли полностью ДФО и в командном зачете, и в личном зачете медали, и золотые, и бронзовые. Эстафеты обе выиграли. Все пьедесталы забрали. Да, очень удачно выступили. Недавно нашу спортсменку Болоню Алену вызвали в сборную. Она участвовала в международных соревнованиях в Беларуси, в Раубичи. Занимала, к сожалению, только четвертое место, небольшая техническая. Четвертое, я думаю, здесь, наверное, это неплохой результат. Это очень хорошо на самом деле. Если мы говорим в целом, да, у тех, кто занимается спортом, понятно, что те, кто берут призовые места, становятся победителями на различном уровне, в том числе российских, международных, это, ну, они стимулируют ребят, да, заниматься. Но в целом, насколько широк у нас охват тех, кто занимается тем или иным видом зимнего спорта? Ну, смотрите, у нас порядка 20 тысяч людей занимаются зимними видами спорта. Чуть больше половины от этого количества – это олимпийские виды спорта. У нас открыто отделение в спортивных школах в крае. У нас на самом деле есть базы для лыж, для хоккея, хоккея с мячом. Ну, довольно большое количество, на самом деле. То есть у нас получается такая быстрая работа, да, если мы говорим, в первую очередь, про олимпийские виды спорта, спортивные школы, да, то есть начиная со школьной скамьи и далее, 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 по мере роста результата. Это у нас имеется. Да, безусловно. А вот все-таки 20 тысяч человек, более 20 тысяч. Что вот на ваш взгляд привлекает? Чем зимние виды спорта притягивают? Ну, казалось бы, зима, холод. Не каждый вид спорта проходит, например, в аренах, да, как мы говорим, тот же хоккей с мячом. Чем манят? Ну, на самом деле мы живем в зимнем краю. Опять же, хоккей с мячом, вот вы приводите, например, они не так давно играли, все на улице играли. Да, то есть взрослые, дети, и 10 лет назад детские соревнования, да, они и сейчас проводятся, на самом деле, некоторые соревнования проводятся на открытом льду. Ну, это же на самом деле очень увлекательно. Мне кажется, довольно прикольный вид спорта. То есть когда адреналин захватывает, ты уже не чувствуешь холода, вот это когда-то греет спортивный азарт изнутри. На самом деле, да, ну попробуйте сами на лыжах пробежаться 5 километров. Вам сначала будет как-то прохладно, там, некомфортно, а под конец вам будет уже очень жарко, и когда закончится дистанция, вам будет комфортно совершенно, и даже кажется, что действительно жарко. Мы немножко затронули тему наших успехов, да, ребята, привели несколько примеров. Можем ли мы выделить какие-то направления спорта, где наши спортсмены традиционно сильны, или, может быть, стали сильнее, да, поднялись на новую ступень, может быть, за последний период времени? Ну, смотрите, сильнее мы становимся из года в год, конечно же. Это радует? Это радует, безусловно. Пример лыжные гонки, то есть у нас ребята прямо растут. Традиционно сильны спортсмены-ориентировщики, спортивное ориентирование. Вот эти ребята, ну, можно сказать, что они чемпионы всего. То есть у них есть все регалии, начиная от Кубков мира, Европы, Первенства, Чемпионатов мира Европы, Чемпионатов России, Дальневосточного федерального округа. У них есть все награды. Как вот такого добились? Не отправляйте же их просто, я думаю, с Хабаровска в Комсомольск, пешком по карте, чтобы они тренировались. Дело в том, что школа очень сильная, именно в Хабаровском крае. И поэтому это результат длительной работы, на самом деле, тренеров, наставников. То есть это вопрос не пары лет? Это вопрос, безусловно, не пары лет. В данном случае это вопрос десятилетий. Там уже поколениями люди работают, тренируют, и уже их дети выигрывают соревнования различных. Что касается других видов спорта, с фигурным катанием тоже ребята занимаются. Вот здесь как мы. С фигурным катанием тоже все неплохо. Ребята занимаются, ребята выступают на первенствах ДФО. Ребята стараются отобраться на спартакиады учащихся, вот спартакиады молодежи России. В ближайшие дни стартуют в Кемерово международные игры Дети Азии. Опять же, через несколько недель стартует спартакиада молодежи. Вот вы отметили о том, что край зимний, поэтому логично, что зимние виды спорта любят. Но все-таки у нас не настолько он зимний, чтобы круглый год зима стояла, есть у нас и достаточно теплое лето. Как в межсезонье какая-то работа ведется тоже с ребятами? Или они спокойно уходят на каникулы, или может просто физическую подготовку тренера? Безусловно, в межсезонье это, как и у летних видов спорта зимой, а у зимних видов спорта это вначале небольшой отдых, и потом подготовка к сезону. Предсезонные сборы, тренировки. Где-то в нашей стране снег выпадает гораздо раньше, чем у нас. Мы командируем. То есть мы переезжаем, да, соответственно? Да, нашу первую команду, наших основных спортсменов, мы, конечно, командируем для участия в тренировочных мероприятиях, где-нибудь, например, в Якутии. То есть такое межрегиональное сотрудничество, оно у нас налажено в том плане? Ну, безусловно. Что касается, опять же, развития спорта, в частности, вот, мы сейчас немножко косно затронули, да, что мы уезжаем в другие регионы. Есть у нас какие-то сложности в крае, может быть, если не с поддержкой, может быть, какой-то с базами, да, с материальным обеспечением, или как мы вот в этом существуем? Ну, сложности есть всегда и у всех. У нас с сложностью, может быть, история, начиная с погоды, очень холодная, как была несколько недель назад. Бесснежно несколько лет назад, что лыжники наши сидели. Да, совершенно верно. Мы отправляли первую команду в другие регионы, чтобы они могли как-то тренироваться. То есть вот такого рода проблема. Мы очень ждем открытия близ Хабаровска горнолыжной трассы новой. На данный момент мы проводим, конечно, мероприятия на Халдоми. Мы провели ДФО, и мы провели чемпионат первенства края. Соответственно, все, конечно, неплохо, но там тоже бывает бесснежно, бывает прохладно. Ну, опять же, ты поймешь, две трассы, они явно лучше, чем одна, как минимум, можно разобрать маршруты, и спортсменам от этого только будут выигрывать. Безусловно. Если мы говорим о... Ну, как мы сейчас проговорили, что сложности у нас, как правило, носят такой характер, чаще всего именно связанные с климатическими особенностями. Остальное, в принципе, оно, как я понял, решаемо. Ну, либо сейчас, либо в обозримом каком-то будущем. В целом, какие-то у нас есть, может быть, планы по развитию, шаги, которые уже выстроены, как мы будем развивать, может быть, олимпийские или неолимпийские виды спорта? Мы их развиваем. У нас есть, опять же, я повторюсь, что у нас открытое отделение в спортивных школах. Спортивные школы командируют наших спортсменов за пределы края на тренировочные мероприятия. Довольно много тренировочных мероприятий. Подводящие мероприятия к основным стартам, то есть чемпионатам России, люди 21 день сбора могут получить за пределами края. Именно там, где они будут свои инновации, потому что разница во времени тоже имеет огромное значение. То есть, к ним привыкнуть к ней надо. Да. Когда погодные условия не позволяют, нам приходится людей возить. Иногда базы нету, и погодные условия не позволяют. То есть, допустим, конькобежцы у нас тренируются довольно часто за пределами края. Здесь то, что нет именно площадки, да? Площадка, допустим, даже если есть площадка, то порой очень холодно тренироваться. А все соревнования, как правило, проходят в закрытых помещениях. Поэтому основные старты, такие как первенство России, они проходят в закрытых помещениях. А вы несколько раз заметили, что мы уезжаем в другие регионы, там готовиться, да? Или в каких-то видах спорта мы сильны, традиционно на уровне России. К нам приезжают спортсмены из других регионов? Где-то опыта поднабраться, где-то потренироваться? Безусловно. Опять же, если мы говорим про ориентирование, у нас люди приезжают, уже традиционно три года, мы проводим Кубок России, первенство России по спортивному ориентированию. Люди приезжают, учатся у наших спортсменов. Опять же, проводится у нас довольно большое количество, но это не только по зимним видам спорта, крупных мероприятий. И мы часто собираем сильнейших спортсменов страны у себя, в Хабаровске. Есть что показать, есть чем удивить. Если мы немножко вернемся к началу нашего разговора, это день зимних видов спорта, сейчас мы немножко узнали, да, о том, что у нас за виды спорта. Как будем праздновать? Что у нас запланировано? Чем удивим? 12-го числа в воскресенье у нас центральное мероприятие на стадионе имени Ленина, народный каток, мастер-классы от фигуристов, от хоккеистов с мячом, от хоккеистов, разные зимние активности. То есть мы зовем всех, всех приглашаем, от детей, от мала до велика, чтобы отпраздновать с нами этот замечательный праздник. И 11-го числа, опять же, пользуясь моментом, можно пригласить всех на Лыжню России. Тоже зимний вид спорта, лыжи, массово, очень большая гонка во всех наших городах, в Хабаровском крае, в центральных состоится. Давайте немножко напомним о Лыжне России. У нас там, насколько я помню, нет требований о спортивной подготовке, да? То есть кто может прийти, как заявиться? Там могут заявиться все. Есть разные дистанции, могут заявиться все. Единственное, что у всех должна быть медицинская справка о том, что они могут заниматься физической культурой и спортом. И все. То есть нет противопоказаний физической культурой? И могут стартовать, прийти где-то взять лыжи в прокат, прийти со своим инвентарем, им выдадут номер, и они примут участие в самой массовой гонке в России. То есть инвентарь можно взять с собой, если есть, если нет, естественно, на месте уже найдется и выдадут. Да. Это у нас соревнования, которые не ради победы. То есть понятно, победа в данном случае она приятна, но все-таки здесь больше ради атмосферы, ради коллектива, такого спортивного духа. Безусловно, но спортивный дух там все равно присутствует, там участвуют спортсмены и лыжники в том числе. Кто-то ставит задачу выиграть. То есть там есть 100 человек, которые идут на результат. Есть люди, которые приходят просто приобщиться к этому массовому движению, получить хороший заряд настроения на свежем воздухе. От скольких лет участия могут быть? Вы знаете, вот именно в этом мероприятии это не очень важно. То есть может в самой маленькой прийти, просто родители будут идти рядом, грубо говоря, держать и все. Да, в будущем это может стать будущим лыжником, будущим чемпионом России. Лыжня России это у нас будет проходить не только в Хабаровске, она будет проходить по всему краю, традиционно. А что касательно других мероприятий, вот вы назвали Большую, на Каткеду, на набережной, что-то аналогичное в других городах Крайонс будет проходить? Да, на самом деле День зимних видов спорта отмечался всегда по-разному. Проводились и лыжные гонки в рамках этого дня, и какие-то эстафетные мероприятия, и автограф-эстессии с выдающимися спортсменами, когда у них было на то время. Ну, то есть всегда это были разные истории. Как спортсмены сами, насколько они, вот то, что перечислили на набережной, насколько они с позитивом, что ли, откликнулись на это? Надо ли было их уговаривать, вот так спросим? Или они сразу же, сразу же, конечно? Нет, не надо уговаривать, это просто в качестве просьбы. Они с радостью всегда приходят, всегда показывают людям, играют какие-то товарищеские матчи. Вы можете сами убедиться, приходите, фигуристы, хоккей с шайбой, хоккей с мячом. Все будет. Все будет. Ну что ж, Алексей Юрьевич, благодарю за интервью. Спасибо. Спасибо. Напомню, у нас в студии был Алексей Стародубцев, исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края. Спасибо. 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 Спасибо.